Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые члены правительства, можно смело сказать, что программа предметная и всесторонная была обсуждена на всех площадках, и в регионах, и среди бизнес-сообщества. Я хотел бы поблагодарить руководство министерства, которое фактически год назад именно на нашей площадке, площадке Атомикена, с участием всех наших заинтересованных членов, начало, дало старт обсуждению этой программы. После этого были несколькие рабочих встреч, где мы открыто обсуждали все сторонно эту программу. Более 20 заседаний рабочих групп под вашим руководством Сергей Михайлович было проведено по обсуждению этой программы. И, безусловно, такое беспрецедентное обсуждение сказалось и на качестве проработки, позитивно сказалось на качестве проработки, где учитывалась вся обратная связь. В первую очередь хотел бы отметить, что в программе, если посмотреть на цель государственной политики, есть чёткий посыл для всех сельхозтоваропроизведителей. То есть главное теперь – это создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АБК. То есть государство даёт чёткий посыл всем участникам агробизнеса, что будет создавать условия для развития бизнеса, а не пытаться его регулировать. Объём выделяемых средств – более 3 трлн тенге на весь период программы – впечатляет. В том числе 2,7 трлн тенге из бюджета. Именно 2,3 раза рост бюджетных ассигнований, который выделяется, показывает намерение правительства добиться коренных перемен в данном секторе. Хотел бы также добавить и ключевые идеи по финансовым инструментам, о которых мой коллега уже Сергей Хахмеджан сказал. Они фактически отражают весь спектр поддержки, как малого и крупного бизнеса. Отражены все инструменты – это гарантирование, страхование, субсидирование процентных ставок, то, чего не было во многих программах для агросектора. Это и финансовое оздоровление, потому что непосильное кредитное время было долгое время серьёзным проблемом, о котором всегда поднимали крестьяне и агробизнес. Считаю, что эта программа решает самую наболевшую проблему отрасли – доступность финансовых средств, дешёвых и длинных финансовых средств. Также хотел бы сказать, что в программе учтён и передовой зарубежный опыт, и рекомендации ОССР, что тоже сказалось положительно. Ну и важно, о чём говорил Сергей Хафмиджан, что впервые в программе не только канализация всех мер государственной поддержки будет идти через Казагра, а будут привлекаться коммерческие банки, частные лизинговые компании. Отдельно хотел бы отметить, что в программе акцентируется внимание и на систему ветеринарной безопасности. Мы выражаем надежду, что в этой сфере произойдёт коренной перелом. С прошлой недели ветеринарная тема стала для Томикена такой серьёзной, ответственной. Мы понимаем и настроены к открытому диалогу обсуждать все вопросы, потому что в программе эти вопросы тоже чётко отрижены. Подытоживая, Сергей Хафмидж, могу смело сказать, что разработанная программа правительством, я думаю, выражу мнение всех сидящих своих коллег, многих ассоциаций, наших членов, получила полное одобрение со стороны бизнеса общества. Мы с нетерпением ждём одобрения этой программы и готовы содействовать правительству в практической реализации. Спасибо. Спасибо.